привет владимир ну расскажи пожалуйста что произошло за минувшую неделю в экономической сфере сбываются ли твои ожидания если что-то неожиданное и что вообще происходит да всем привет много интересных новостей но ты знаешь я хотел бы начать с разных вещей которые связаны все-таки с войной потому что вот очень такое значит я участвовал неделю в европе был в италии в польше да и везде вот это вот такая уверенность что вот уж здесь-то путин все ресурсы мобилизует какие надо и все у него там схвачено там еще у нас в россии я вижу начинает остывать значит уже вот это вот приступ любви к белоусову но на западе он еще есть то есть пока не докатилась волна реальности но вот смотри первое то что мне вот зрители прислали это про это уже говорил что они продолжают повышать ценник за повышение контракта подписание контракта с минобороны вот плакаты из питера миллион триста теперь единовременная выплата я напомню что начинали они два года назад с двухсот тысяч то есть это рост в шесть половиной раз за два года и обрати внимание что мы новости про миллион начали слышать типа весной да и как быстро эта сумма увеличивается это товарищи может значить только одно что не получается у них даже на такие деньги привлечь людей хотя это очень-очень большие деньги но вот если реально то есть это ну просто на порядке выше чем медианная зарплата там в регионе я тебе больше скажу за те несколько дней что мы с тобой обсуждали это назад уже миллион пятьсот стала появляться кое-где я еще не видел миллион пятьсот но вот это было мое предположение что она на миллион триста не остановится это за счет напоминает никто там по постарше уже читал там 12 стульев там и аукцион с кисой воробьянином да ну то есть не продается это дело то есть мы у меня ощущение что они выбрали всех более или менее кто был от отчаяния готов идти из-за перегруженности кредитами из-за того что там какие-то нужны там деньги на лечение родственников там и так далее да то есть очень слишком уж быстро прям в этом году вот эта кривая пошла вверх надо я кстати составлю график специально то есть это говорит о том что прям плохо у них идет набор но кстати знаешь вот на западников это очень хорошо действует потому что они все понимают рыночную экономику и я им вот в таких терминах говорю вот что значит если на какой-то товар значит участие в войне продажи себя для участия в войне да цена выросла в шесть половина раза два года они говорят да это значит что товар плохо продается дефицит наоборот да других других вариантов здесь нету вот и здесь конечно продолжают приходить новости про адский совершенно дефицит кадров вот мы с тобой обсуждали на этой неделе что коммерсант опубликовал со ссылкой на данные камаза и других там отраслевых источников 150 тысяч в год дефицит автомехаников а я замечу что их вообще вот не так много да то есть это реально очень очень серьезная профессия это значит что что автотехника все время ломается ее надо обслуживать это просто неизбежная история вы никуда от этого не денетесь да и дефицит автомехаников будет означать мало то что у нас дефицит водителей но дефицит автомехаников будет означать простое огромное и это будет удар и по экономическому обороту и по пассажирообороту там но мы в принципе все это видим как автобусу речку там падают и так далее и вот центробанк я не не успел еще там был во всех этих аэропортах там таскался по ним не успел график сделать но сделаю на следующий раз центробанк регулярно опубликует такой обзор который называется мониторинг предприятий они опрашивают и там 12 13 14 тысяч предприятий вот по разным там критериям и вот один из факторов обеспеченность кадрами ты наверное вспомнишь что я тебе там вот в апреле мая говорил что она достигла исторических минимумов но он продолжает брать планку то есть это были не последние минимумы да и все вот сваливается 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 то есть есть ряд сфер понятное дело прежде всего подготовленные кадры где которые прям максимально страдают от этого еще раз это вот логистика коммуналка сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность так что война вот выкосило все поэтому еще когда вот эти разговоры начинаются что он там может бесконечно людей мобилизовывать там куда-то и так далее вот видно что очень серьезный стопор стоит на этом пути да что дефицит кадров прям не позволяет им провести мобилизацию вот рискну предположить что и этого и не произойдет в обозримое время потому что здесь проблемы на закритических уровнях что еще про военку я хотел поговорить меня конечно очень колыхнуло вот это вот ну вы уже там много раз обсудили пока я там ездил да но меня очень колыхнула история с вот этими новыми четырьмя заместителями министра обороны а потому что я давно в этом бизнесе да и помню там самые разные истории с назначениями чем вот это все отличается что это четыре человека у которых нет никакой вообще истории успеха то есть каких-то достижений которые можно было бы пощупать за все вот долгие годы работы в правительстве ну например а вот этот первый зам министра финансов леонид горнин или горнин я даже не знаю какое ударение правильно он работает там 12 лет в минфине и курировал он оборонзаказ ну то есть ты знаешь как у нас ситуация обстоится в барон заказом если кто не знает то можете почитать майское интервью чемезова который говорит что у нас предприятие работают с нулевой рентабельностью при том что ценник кратно вырос соответственно при том что качество и количество не удовлетворяет то же самое минобороны вот значит этого чувака который курировал 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 да не выкурировал вот его перевели теперь то есть это чувак который визировал в минфине все предыдущие 12 лет все что давали ему шойгу и военные заводы и то есть вот на на все вот этом безобразии стоит везде его виза вот этот вот этот гарнин да но про цивилева уже обсудили что она просто просто про цивилева как раз больше всего обсуждали ровно потому что про нем было расследование проекта то есть как бы если кто-то рассчитывал что значит не будет воровать белоусов и его замы то вот цивилева это как раз одна из самых вороватых не знаю который весь кузбасс просто своровала вот и она теперь конечно и более того знаешь что самое смешное она единственная кто уже был задействован в этой войне то есть вот этот ее фонд защитников отечества да который она или как-то так он называется где она помогала как типа участникам сво как там говорилось так вот этот фонд первый грант президентский распилил 70 процентов забрал на собственные административные нужды а потом значит всякие военные еще жаловали что этот фонд вообще ничем не помогает и была просто безумно смешная история где-то цивилева она значит пришла а там награду уже раздали военным так вот у них их собрали назад и она снова их под камер раздала то есть к вопросу вот что за потрясающие невероятные классные люди будут теперь замами белоусова да но я вот решил с другой стороны зайти потому что она же еще и у нас мини олигархиня такая то есть она на пару с мужем владеет вот этой угольной компании калмар где был раньше тоже акционером геннадий тимченко ну вроде как вышел ну а компания очень непрозрачная про него мало что известно но я полезность в бизнес новости посмотреть и после вот одно из последних сообщений значит у них стоят две обогатительные фабрики из-за переизбытка угля просто они были вынуждены их остановить 3 работает на 50 процентов мощности обогатительная фабрика при этом они вот данных по ним сейчас посмотреть нельзя они непрозрачные но мы помнишь я в прошлой передаче рассказывал что у угольщиков повальные убытки и они вечно клянчат у государства субсидии кстати калмар тоже был в этом деле замечен он участвовал во всех этих коллективных просьбах и совещания где просил у государства субсидии вот пардон и вот мне кто-то будет рассказывать что какая-то супер эффективная руководительница да которая у себя там в угле у нее прям значит все цветет и пашет и теперь она этот успешный опыт пришла в минобороны отиражировать ну конечно нет видно что это вообще вот черт его знает кто да то есть это люди какие-то по объявлению реально дальше вот там есть такой этот олег савельев он вообще какой-то мутный пиарщик из 90-х ну давай просто посмотрим где он работал последние 10 лет примерно половину из этого времени он работал вот на разных должностях которые курировали крым в крыму экономическая жопа это официально вот по статистике можем об этом как бы поговорить то есть никакого как наведение порядка вот я все жду где кто же вот кто-то появится кто-то такой кто внушит надежду на наведение порядка но это точно нет человек дальше он ушел в счетную палату как ты знаешь счетная палата это такой отстойник для изгнанных отовсюду и она никогда никогда вообще не была замечена ни в одном случае когда они прижали кому-то хвост за коррупцию хотя и она уже существует больше 30 лет и коррупции у нас много но вот счетная палата ни разу даже когда навальный опубликовал их отчет по транснефти которые они сами хотели спрятать счетная палата говорил нет нет мы не будем стран хотя там прям был написано что все украли в но счетная палата говорил что нет нет мы ничего делать не будем потому что это не важно не наш этот бизнес бороться с коррупцией и последний джентльмен из этой всей четверки замечательные мушкетеров и мушкетеж это павел фродков который известен только тем что он сын бывшего премьера фродкова и больше ничем он успел поработать просто везде там значит и в росимуществе где-то и в вебе там и где-то в какой-то я потом попарать править все же даже не помню нет ни одного вот сообщения о том что павел фродков на всех этих вот креслах где он сидел решил какую-то проблему то есть опять же вот четыре человека без без репутации без какого-то серьезного бэкграунда связанного с профессиональным успехом не знаю вот это вот команда белоусова которая будет там наводить порядок и все решать ну откровенно просто вот у меня бы предложение ко всем кто вот слышит такие новости вы просто почитайте элементарно биографию этих людей посмотрите а где у них вот что чего они добились там на предыдущих местах работы я хотел вот эти вещи поскольку я в госслужбе кое-что понимаю да я хотел вот эти вещи объяснить а то опять знаешь пошли пошли вот эти комментарии что видите он набрал каких-то технократов послушайте если чувак сидел просто в сером костюме 20 лет на какой-то должности это не значит он технократ это называется функционер да вот и еще раз в такой сложной кризисной ситуации в которой находится российской минобороны конечно им бы нужны и кризис менеджеры но они назначают черт знает кого по мне так это хорошая новость пусть продолжают там все все дальше разваливать очередной внезапный врыв саморекламой не забывайте ставить лайки писать комментарии подписываться на канал особенно подписываться тогда youtube лучше всего выдает эти видео ну и поддерживать канал финансово на патреоне ссылка будет в описании независимость канала обеспечивается в первую очередь вами вашей финансовой поддержкой так что не поленитесь сделайте это ну а мы продолжаем с вами слушать что же произошло в российской экономике и дальше переходим к экономическим новостям ну инфляция как и ожидалось она бьет там все возможные рекорды вот теперь в годовом выражении уже 85 но знаешь здесь что начинается что вот люди говорят ну годовая это сравниваются вот относительно низкой инфляции там прошлой середины лета то есть в общем можно как-то вроде как здесь от этого показателя уйти но хорошо не нравится вам годовая давайте вот недельную посмотрим вот я сделал за последние три месяца график недельный то есть рост цен к предыдущей неделе из него очень четко видно что в последние полтора месяца это выше всего то есть это держится где-то около 0,2 процентов в неделю если например в марте апреле было еще послабей то вот в мае и июне уже устойчиво высокий рост недельной инфляции там и так далее то есть она реально ускоряется в хоть каком выражении там вы не возьмите вот наш хит парад из продуктов я уже знаешь его обрезал потому что я исключил все что вырос с начала года меньше пяти процентов но но он уже и так внушительные и вот мы видим что там свекла подорожала в два раза я честно скажу мне интересно я полезу покопать я не понимаю честно и такое происходит да вот но с другой стороны вот ровно рост в два раза за меньше чем полгода к концу декабря там и так далее но видно что уже дорожает все подтянулись услуги проезд в общественном транспорте типа мойка машин там да вот и на самый широкий спектр товаров устойчиво устойчиво высокой инфляции наш любимый полет эконом-классом больше 20 процентов рост цен ну собственно все как и прогнозировалось и на этом фоне вот 20 числа центр банк опубликовал вот эти свои минутки то есть типа резюме обсуждения которое было 7 июня по ключевой ставке они продолжают косплеить федеральную резервную систему сша там значит мне больше всего я просто не мог остановиться ржать возможно самая фраза которая мне больше всего понравилась наибольшую дискуссию вызвала дальнейшая динамика инфляции то есть они не понимают они полностью дезориентированы в пространстве у них самые разные у членов борда центробанка мнение чем будет дальше прям буквально вот разброс там кто в лес кто по дрова и они они не могут прийти к единому мнению но с другой стороны они конечно сформулировали то в общем всем понятно почему рынке приуныли они сформулировали это дело так что типа будем посмотрим что будет происходить в ближайшие недели а мы можем принципе догадаться что будет происходить и типа значит прям сказали что если все это дело не успокоится то будем повышать причем еще раз что разговоры шли о существенном повышении то есть может быть не 17 процентов а даже 18 там и так далее всего всего несколько недель назад говорили да можете снизим ставку и все такое все вот очень важный вот вывод из последних нескольких недель тема снижения ставки у нас вообще и она ушла ее просто нет в обозримой перспективе это очень важно почему потому что очень многие вот я сейчас об этом схожу скажу там механизмы бюджетного финансирования кого-то импортозамещения каких-то проектов которые они хотят поддерживать они в принципе были основаны на том что ставка так или иначе вернется куда-то в 67 процентов то что мы сейчас вот затянем пояса потерпим показ у нас какие-то ресурсы есть но потом все равно надо финансировать за счет кредита и государство может им чуть-чуть добавить да но кредит как бы был должен быть доступен а при таких ставках ну пипец то есть у них не заработают никакие вот эти госпрограммы то есть это вот очень важный для будущего взгляда в хрустальный шарик будет ли развиваться экономика на основанные на военке и госденьгах при таких ставках не будет потому что у государства нету денег на прямое финансирование проектов она могла бы субсидировать ставки да и тем более если бы то было 67 они там несколько процентов от субсидировали и вроде как все крутится при 18 процентах это невозможно вот и конечно там очень много глума в этих минутках центробанка по мы опять возвращаемся откуда же у нас мог взяться такой жуткий дефицит кадров на рынке труда непонятно здесь они да просто я думаю не могу как понять да вот прямо конца и края нет и эта проблема максимально про инфляционная вот но как мы начинали с ценников на контракт точно такая же история вот там дефицит водителей автомехаников или каких других специалистов а чтобы делать компания если вот у них их просто им кадры нужны чтобы все работало а типа не хватает они будут конечно зарплату повышать это конечно будет приводить к новые инфляционные накрутки вот центрбанк прям там с ужасом так говорит что мы типа не видим выхода из вот этой спирали которую толкает дефицит кадров вещь это как бы такая самоподдерживающая как говорят курица и яйцо да самоподдерживающийся эффект обратной связи если говорить по-научному то есть вот эта проблема дефицита кадров она в итоге тянет как бы вниз вообще все то есть она морозит экономическую активность она в том числе увеличивает инфляцию и стоимость денег там и так далее вот на что путин за что боролся на то вот в итоге он и напоролся в меня вообще очень интересно они вообще в принципе думали вот об этом когда начинали войну начинали мобилизацию когда пытаются высосать из экономики как бы все ресурсы какие там возможно то есть но вот вот и из этой ситуации выхода точно нет это напоминает мне реально как вот я делаю сейчас цикл про историю россии там столетней давности и вот когда была первая мировая война настолько некому было работать прежде всего в сельском хозяйстве что сотни тысяч военнопленных они были вынуждены направить на вот эти полевые работы но сейчас у них такой возможности нету но в общем то есть очень тяжелая история еще одна история что происходит из-за подожди я хотел тебя вот что спросить у меня я постоянно поскольку ты меня убедил что мобилизация маловероятно как раз из-за этого кадрового дефицита я постоянно пересказываю другим людям опять же обращаю внимание на заявленный кадровый дефицит напрямую на пмэфе в пк в 160 тысяч с будущей прогрессии так далее но можем ли мы представить ситуацию допустим берут и добирают всех мужиков оставшихся которые есть но не знаю какое-то их существенное количество отправляют на фронт а там не знаю на заводы и все остальное идут там женщины и дети и в общем ну в общем как в вторую мировую что мешает этому сценарию сбыться мешает ему сценарию того что у нас ну так услуги если так я очень грубо говорить да то есть вот у нас есть ну допустим там 10-15 миллионов вот реально квалифицированных работников которых женщины и дети не могут заменить то есть эти люди они должны вот авто механик он должен разбираться как все эти железючки там устроены чтобы он это делал хорошо надо этому обучить да это целая как бы история даже та же самая там я не знаю от любой от финансового сектора до кибербезопасности до обслуживания коммунальной инфраструктуры вот эти теплотрассы ну ну вот просто там не знаю женщину там оторвали значит от домохозяйства и отправили теплотрассу чинить вот много она там починит не понимая как там вообще в принципе все это устроено не ну оставит не знаю одного руководителя там на 20 человек он будет им ходить говорить вот здесь заверните вот здесь это приведет к резкому снижению производительности вот я кстати делал видео про про вот цитаты чиновников питерского форума они как раз вот об этом и говорят что у нас мало того что идет сокращение трудовых ресурсов у нас еще идет и сокращение производительности вот как сказал вице-премьер чернышенко это неизбежное следствие понижения квалификации то есть условно говоря понимаешь вот в чем вот если там аналогии со столетней давностью проводить они конечно военнопленных направили на поля да но при этом у них настолько везде возник сквозной дефицит что у них разрушил нет даже вот хлеб физически был но разрушила система снабжения февральская революция началась из-за проблем с хлебом в петрограде с перебоем это если упростить смотрите мое видео я там объясню поподробнее но смысл в чем что это будет создавать такие сильные разрывы в экономической системе на что ты они не они не заполняются количеством рабочих рук можно мигрантов в конце концов нанять то есть вот еще вот мы говорим там мантуров дефицит в военке до дефицит специалистов по кибербезопасности вот вам сбой вздеки несколько дней они стояли это нанесло колоссальный там ущерб да дефицит автомехаников дефицит водителей тоже можно померить где и что и как это дает сбой то есть они там какие-то технические руки может и могут найти да но тех же мигрантов в конце концов но это не дает нужной квалификации поэтому это создает вот эти разрывы которые будут так или иначе вот проявляться поэтому не осмотрим я думаю что путин но он же совсем ку-ку то есть вот если послушать там то что он говорит да он может сказать черт с ним все это угрожает тысячелетнему существованию российской федерации поэтому хрен с ним с рынком труда давай проведем новую мобилизацию он может так сделать вот здесь я совершенно этого не отрицаю но если он это сделает это будет иметь прям катастрофические последствия для экономики просто очень серьезные перебои и остановки в целых отраслях резкое сокращение производства там это как бы быстро быстро все почувствуют это мы еще про политические риски не говорим да я в целом путин не считаю я считаю что он как раз действует рационально в рамках собственной мотивации поэтому я думаю что на такое конечно не пойдет на такой риск большой для себя и для устойчивости системы он просто в момент когда припрет скажет ладно 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 все мы все цели выполнены из украины выходим так сказать до свидания ты знаешь я думаю что он я согласен что у него там как бы там куку это часто напускное а у него большой элемент рациональности присутствует это верно но он и он очень недооценивает один фактор он очень недооценивает он считает что наш народ и общество будет вечно терпеть все это нет вот я тут с тобой не согласен он так не считает вспомни после первой мобилизации как путин на полгода пропал отменил все свои конференции все такое потому что когда была проведена волна мобилизации это был самое большое падение вообще рейтинга популярность всего на свете он же поэтому и больше не не набирает в таких количествах ровно потому что такой реакции он не ожидал и она была для него большим сюрпризом ну да тут наверное я соглашусь единственное что вот смотри если он все-таки примет решение о мобилизации то это будет значить что он считает что он навешив вот этой лапши проэкзистенциальное существование россии он может заставить людей с этим смириться но это ему будет большая ошибка большая ошибка ему вот так что здесь смотри еще следующее о чем я хотел сказать у нас неожиданно абсолютно как не тоже ожидаемо но я как-то вот проспал это дело честно скажу у нас возник такой серьезный кризис на рынке госдолга то есть все вот эти росты инфляции все ждали снижение ставки все было тихонечко но в последние месяцы когда стало понятно что ничего не получается очень сильно пошли доходности по офз например бескупонная доходность была 12-13 процентов в начале года сейчас она дошла под до 17 примерно процент но таких как у нормальной стабильной экономики не может быть такой доходности но это бред да что такое доходность это доходность государственных облигаций это то как инвесторы оценивают способность государства в будущем тебе эти деньги отдать то есть интегральные инвесторы видят что они с инфляцией справиться не могут ставки растут значит экономики менее доступны будут деньги значит в будущем у государства будут гораздо большие проблемы эти деньги собирать и, значит, кредиторам отдавать, да. Я вот хочу сказать сразу, там все совпадения вымышлены, аналогии исключены, но у меня пошли мои вьетнамские флешбеки из 97-го года, когда я вот летом 97-го только в правительство работ пришел, 17%, вот как сейчас 17 по ОФЗ, летом 97-го за год до дефолта были 17% доходности по ГКО. Нет, сразу вот хочу сказать, мы еще не там, потому что, значит, типа они, ну в 98-м они пошли сразу там сильно 25-30, вот в такую уже ударились там плоским, мы еще не там, да. Но это индикатор, вот темп уже взят такой хороший и здесь Минфин, мы видели, что он постоянно отменял аукционы по размещению новых ОФЗ в последние несколько недель, с трудом там разместил там типа 21 миллиард, но здесь видно вот по поведению инвесторов, видно очень четко, что они не хотят фиксированный доход, они хотят флоутеры так называемые, то есть доход плавающий, который потом в будущем будет индексироваться в соответствии с кривой там вот этого всего, то что на рынке происходит, да. На фиксированный никто уже как бы не согласен, как пишет коммерсант, там все рынок сильно охладел к фиксированной доходности, потому что все понимают, что ее не будет, все катится к чертовой матери. Смотри, вон мой любимый канал РБК инвестиции вышел с таким заголовком «Долговое дно», да, но я хочу им сказать, что это еще не дно, там еще внизу есть целый большой-большой департамент, ну то есть смотри, вот. Вообще, кто нас объединяет в заголовках громких, друзья, так вы реально РБК посмотрите, вот типа профессиональный канал изнутри России, понятно, что корректируемый сверху при необходимости и так далее, так я вам скажу, у нас по сравнению с ними просто какое-то море спокойствия, да, 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 у них там мне Володь просто присылает постоянно, у них там реально рушится, все падает, все горит, все красное. И вот смотри, вот в чем важна эта проблема госдолга, да, а почему они отменяют аукционы, потому что у них нет в бюджете денег по таким ставкам и доходностям оплачивать обслуживание, понимаешь, что? Я уже говорил о том, что у них доля расходов в бюджете на обслуживание госдолга в 26-м году уже еще до этих доходностей должна была составлять 10% от всех расходов федерального бюджета, при том, что год назад было 5, то есть рост в два раза доля расходов, вот, и, соответственно, вот это, и поэтому они отменяют аукционы, потому что у них денег нет по таким доходностям, значит, кредиторам все это обслужить. Поэтому, вот вывод здесь в чем, помнишь, у нас многие вот эксперты, оптимисты говорят, да Путину похер, он на внутреннем рынке займет, да, если денег не будет хватать, там ФНБ кончится, он просто займет на внутреннем рынке, там денег полно. Вот, видишь, уже вот не работает эта тема, да, потому что по таким ценам бешеным занимать, и я тоже вот давал у себя в видео цитаты из всех тех чиновников и депутатов, которые говорят, что взрывной рост расходов на обслуживание долга мы себе такого позволить не можем. В общем, долг низкий, занимать вроде можно, но слишком дорого выходит при нынешних условиях кредиторам за обслуживание платить. Поэтому, видишь, минус один, то есть вот эта тема, что если у Путина кончатся деньги, он поднимет налоги, да, поднимает, и это для экономики проблема, но вот типа, что он займет на рынке, вот это уже начинает сбоить. И мы здесь об этом с тобой неоднократно говорили, что при таких расходах на обслуживание долга занимать так просто у них вот не получается, да. Дальше, вот еще момент, о котором я хотел сказать. Вот выступал первый зампред Веба Мирошниченко, и он сказал, это, кстати, то вот, о чем Андрей Макаров из Госдумы спорили с Набиулиной на ПМЭФе, я вот давал здесь это цитаты, да, не взлетела так называемая таксономия. То есть банкам давали послабление по всяким нормативам, если они кредитуют проекты так называемого технологического суверенитета, то есть это импортозамещение в критически важных технологиях каких-то. Ни хера не заработало, говорит Мирошниченко. Почему? Потому что для банков выгода от этих послаблений оказалась меньше, чем рост стоимости денежных ресурсов из-за высокой ставки. То есть высокая ставка убивает все и убивает импортозамещение напрочь, да. Вот, и еще такой один момент, тоже я все время возвращаюсь к теме, почему импортозамещение не заработает. Я решил дополнительно вот поднарезать из цитаты из Максима Решетникова, министра экономики, и вот этому же каналу РБК дал интервью такой чувак Гурьев, это сын олигарха Гурьева, владельца Фосагра. И сам вот директор Фосагра, я помню, бывший уже, он в РСПП там перешел. Ну, короче говоря, вот из семьи олигархов Гурьевых, которые на удобрениях работают. И, короче говоря, вот важный момент, давайте видео короткое посмотрим, где они говорят, что наш внутренний рынок настолько маленький, что мы не можем развивать производство продуктов, просто масштаба не хватит. Нам надо выходить на внешние рынки, а они закрыты. И это вот остается за кадром, но, грубо говоря, Китай к себе нас не пускает. Вот Решетников говорил про технологическое импортозамещение, Гурьев про агропродукцию, но смысл один и тот же, что на внешний рынок нас не пускают, а внутреннего мало, для того, чтобы был достаточный масштаб для реализации какой-то новой российской продукции. Вот пару минут видео. Но надо понимать, что нашего рынка для многих технологий, ну, просто недостаточно. Даже при всей нашей интеграционной повестке, Еврозес, мы там сейчас зона свободной торговли с Ираном и так далее, мы пытаемся нарастить этот рынок, но для многих технологических продуктов его все равно будет недостаточно. По многим моментам мы видим, что российские холдинги, они уже перенасытились, перенасытили российский рынок. И любой их дальнейший рост возможен только за счет роста экспорта. Пришло время, когда вот именно эта отрасль, она начинает активно заниматься экспортом. Но опять же, любой экспорт продукции, вообще продовольствие в мире, это, наверное, один из самых закрытых и политизированных индустрий. И поэтому здесь важен прямой диалог между странами, которые бы разрешали, соответственно, ввозить свою продукцию на их рынки, соответственно. Которые достаточно могут быть ограничены, когда приходят российские продукции, чью-то продукцию приходится замещать. Вот, так что это такой важный момент, потому что мы продолжаем слышать вот эти реляции, что ну сейчас, благодаря усилиям государства, у нас импортозамещение заработает и станет легче жить и дышать. Как ты видишь, я не знаю, по тем же самолетам там, например, да, и много еще чему, не получается. Не хватает масштаба. То есть, чтобы производство стало рентабельным окупаемым, там недостаточно там три самолета продать, да. Нужен какой-то серьезный масштаб производства. Это во всех технологиях тоже так, и в том же АПК это тоже так, да. Поэтому, видишь, без доступа на китайский рынок импортозамещение не получается, а Китай доступ нам не дает. И никуда ничего мы туда продать не сможем. Еще раз повторю, что они в этом году ввели пошлины импортные на российский уголь, несмотря на братство, вечную дружбу, да. Вводят нам пошлины, да. Не пускают нашу азимую пшеницу с ячменем на китайский рынок. Много еще чего. Как говорил Белоусов, когда еще был первым вице-премьером, китайский рынок для наших товаров закрыт. Наших товаров там нет. Вот это, собственно, так и остается. Дальше, значит, что двигаясь к завершению, наши традиционные все вещи, рубль. Ну, рубль, все. И по прошлой неделе, можно сказать, что понятного курса рубля у нас больше нет. Потому что мы видели такую болтающуюся на ветру форточку, да. Что Центробанк, значит, то он устанавливал 86, потом 82, потом снова 86. Вот как видно на вот этом вот графике. Ну, это значит, это, грубо говоря, означает, там вот многие ищут в этом какой-то скрытый смысл. Друзья мои, на мой взгляд, там нет никого скрытого смысла. Это просто столько разных сложных факторов влияет, что они не могут определить равновесный курс. То есть, не работает. Курс определяет только биржа. Когда у вас есть вот все эти заявки на покупку, заявки на продажу, и бац-бац-бац, значит, методом несложных электронных вычислений вы определяете равновесную цену. Видно, что у Центробанка такой объем самой разнородной информации, что они не в состоянии, они не могут установить равновесный курс, да. Ну, и я замечу, что вот такая волатильность там на несколько рублей туда-сюда в день, да, за доллар, ну, она для участников торговли, мягко говоря, неприятна и несет им большие издержки. То есть, это, короче говоря, значит, что все теперь будут больше закладывать разных вот резервов на волатильность курса, да. Банки будут на этом больше играть. Вот что значит, как мы обсуждали в прошлый раз, что значит мы лишились понятного биржевого курса. Ну, такая вот возникает ситуация вот какого-то непонятного черного рынка, или, по крайней мере, вот для того, чтобы ты начинаешь формировать какую-то амортизирующуюся задел, да, чтобы эти колебания курса сгладить. Так что, в принципе, конечно, это вот, как я говорил, вот эти санкции против Мосбиржи, это такая не катастрофическая штука, но крайне-крайне неприятная. Ну, то есть, от реальности как будто курс отрывается потихоньку. Да, да, да. Все сложнее. Участникам рынка все сложнее вообще определить, какую цифру в контракте ставить, там, и так далее, да. Вот, и вот если раньше биржа была таким понятным индикатором, то есть, если он движется сюда, то это примерно понятно почему, да. А если в другую сторону, тоже это как-то можно логически все объяснить, и эти процессы спрогнозировав, можно прогнозировать там курс, да. Вот, а здесь какие-то дяди и тети ставят какую-то цифру, как бы непонятно почему. Я, знаешь, хочу сказать, я против вот этих конспирологий там, что они специально поднимают или опускают курс там, потому что им это выгодно для бюджета. Вот, очень популярная теория, что ЦБ выгодно там, и Минфину ослабление рубля там и так далее, да. Вот, потому что они получают больше экспортных доходов в рублях таким образом. Минуточку. Вот, читайте последние вот эти вот резюме заседания Центробанка поставки. Они как раз говорят, что укрепление рубля может им помочь в снижении инфляции. То есть, как бы, соответственно, если импорт будет дешеветь, значит и цены будут дешеветь. Поэтому вот им по разным поводам выгодно с одной стороны ослабление, с другой стороны укрепление. Я не вижу здесь какого-то однозначного. И то, и то им может быть полезно. Поэтому я не считаю, что правительство играет централизованно, там, на укрепление рубля или на ослабление рубля. Видно, они сами запутались. Вот, по этому делу они не понимают вообще, что и как, какие факторы влияют на курс. Ну, и по-прежнему, знаешь, вот что еще важную вещь я хотел сказать, что продолжает и даже усиливается вот эта проблема с блокировкой расчетов. Даже с банками и компаниями, так называемых, дружественных стран, никак она не решается. И вот начали наши чиновники говорить о том, что это сильно подморозит технологический импорт. Импорт компонентов для производства, импорт оборудования. И вот Решетников даже заговорил о том, что это может в ближайшие месяцы негативно повлиять на экономическую динамику. Потому что предприятия не могут завозить все, что им надо для производства. Значит, оно будет притормаживаться. То есть, вот эта блокировка расчетов за импорт, она еще и может сильно способствовать замедлению экономики. Ну, вот будем смотреть. Ну, вот власти уже об этом так открыто говорят. Бензин. Я видел сегодня это красивое видео, значит, как полыхает там Краснодар, Эко-нефть, да, после очередного удара беспилотника. Но на самом деле, вот еще раз повторю, что вот эти все НПЗ в южной части России, там Ростов и Краснодар, по которым в последнее время было больше всего украинских ударов, они как раз у них невысокая глубина переработки. Они не так много бензина производят, да. Но, с другой стороны, они важны для фронта. Во-первых, они дают дизельку. Во-вторых, вот этот Краснодар Эко-нефть, он один из лидирующих производителей топлива Т1 и Т1С для реактивных двигателей, для авиации военной. Вот, поэтому я думаю, что украинцы его и в этом смысле выбрали в качестве таргета, и это имело смысл. Ну и цены на бензин, знаешь, они перешли в такую стадию, когда они уже устойчиво растут в последние недели где-то на 0,2% за неделю. То есть нефтяники по чуть-чуть подтягиваются за вот дефицитом бензина, и видно по 95-му уже рост с начала года на 1,5 рубля за литр, по 98-му около 2 рублей. Вот, а нефть, ничего там особо не происходит. У нас уже, кстати, возвращаясь вот там к РБК Инвестиции и другим таким официозным комментаторам, у нас уже, знаешь, типа бренд по 85 уже считается такой очень хорошей поддерживающей новостью. Ура, ура, там видите, как он вырос. Ну мы его видели много, это в общем ничему не помогает. Кстати, вот данные от Интерфакса и Аргуса, что остаются дисконты на Юрлс 15 баксов, это все эти какие-то публикации Рейтер, что они там снизились типа до 3, это ерунда, не подтверждается объективными данными. То есть нефть Юрлс стоит 63 доллара, так где-то, грубо говоря, сейчас последние вот пару недель, да. Поэтому, в принципе, для бюджета это не так, что плохо, но это совсем недостаточно и даже ниже вот их нового прогноза в поправках к бюджету. Последнее вот о чем хотел сказать, что вот то, о чем мы говорили, что 14 пакет санкций Евросоюза будет принят скоро и там, возможно, вот будет содержаться запрет на прием вот этих танкеров из теневого флота в европейских портах. Посмотрим. Это мы обсуждали в прошлый раз. Ключевая там тема все-таки это вопрос прохождения просто этого танкера через датские проливы и датские территориальные воды. Это вот узкое место на Балтике, где этот теневой флот сталкивается с территориальными водами Евросоюза. Но, по крайней мере, вот они будут делать шаг в сторону запрета захода этих танкеров в европейские порты, это им работу сильно усложнит. И последняя новость. Китайская Визон выходит из проектов Новотека. Это ключевой производитель, который поставлял им оборудование для сжижения газа, модули вот для проектов сжиженного газа Новотека, Ямал, СПГ, Арктик, СПГ-2, да. И где они теперь будут брать? Непонятно. Это уникальное оборудование, такого мало кто производит. Вот китайцы были единственными, кто заменял западных поставщиков. Мы еще к этому вернемся, но вот получается так, что СПГ-проекты Новотека останавливаются, если уходит китайская Визон. И это говорит о том, что американский санкционный хаммер на Китай действует очень сильно. Вот, то есть еще одна такая крупная рыба здесь приплыла в сети. Это крупный поставщик критического оборудования, которым Новотек замещал оборудование западное. Но вот теперь и он уходит явно из-за санкций. И таким образом мы видим, что американцы сотрудничеству российских компаний с Китаем могут очень сильно помешать. Вот, у меня доклад закончен. На следующей неделе у нас будут данные Росстата по промышленности, где мы сможем проверить наши гипотезы по военному производству. Вот это будет, наверное, самое интересное. Да уже напроверялись как будто нет, уже очевидно все. Ну, то есть, как бы, мы же видели в том числе и видос с Белоусовым, где он грозно ходит и говорит, ох, я вам бошки всем поотрываю, да, как Шойгу это делал на излете своей карьеры министра обороны. Но, знаешь, мне кажется, что все-таки вот у Шойгу это гораздо фактурнее и убедительнее получалось. Потому что Шойгу притворялся министром обороны много лет, а Белоусов притворяется министром обороны больше месяца, понимаешь. Это еще надо научиться носить форму и все такое. Странно, что он только один раз ее надел, ждем, ждем снова. Но я, честно говоря, вот команда зациклась, чтобы наш с тобой разговор, да. Я рад, что хотя бы с тобой мы солидарны, потому что я, когда слушаю, как люди мне рассказывают, что четыре человека, не связанных друг с другом, под руководством пятого человека, не имеющего отношения к теме, каким-то образом смогут, блядь, наладить производство в войсках, я не понимаю, это вот почему, каким образом, то есть как вот этот вот пазл складывается вот в это. И, ну посмотрим, пока военкоры тоже начали потихонечку разочаровываться, потому что Белоусов уже какое-то время, а изменений практически ноль. Да, жизнь покажет, но просто вот мы вам объясняем такие объективные вещи. Эти люди работают давно. Да, у них есть трек, да, мы его видели. Ну, то есть каждый из них на своем поприще обсирался, а теперь они все вместе на одном поприще будут обсираться, которое обсиралось годами, и которое самая коррупционогенная вообще сфера в истории человечества, мне кажется. Ну, что называется, мы только рады. Пожелаем им успеха в этом безладежном деле. Да-да-да, сто процентов. Спасибо тебе большое, и до встречи через неделю. Всего доброго. Пока. Спасибо, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok